Дистанционная установка вирусов 5.0.8 и релиз 2. Перед установкой и распаковкой программы проверяем, нет ли у заказчика установленных сторонних антивирусов. Для этого перейдем в панель управления. Программа и компоненты. Также перейдем в Брандмауэр. Отключаем Брандмауэр. Зайдем в защитник Windows. Зайдем в параметры защиты от вирусов и угроз. Добавим в исключение локальный диск C. Теперь ждем свойства компьютера. Посмотрим характеристики. Так у нас разрядность Windows 64 бита. Скачиваем 7-Zip под нашу разрядность Windows. Устанавливаем 7-Zip. Теперь можно приступать к распаковке предварительной папки. Распаковывать будем в корневой диск C. Вводим пароль DELF36. Предварительную папку распаковали. Перейдем в нее. Теперь здесь нам необходимо распаковать непосредственно программу. Распаковывать будем также в корневой диск C. Программа распакована. Перейдем в ее корень. Для того, чтобы создать ярлык на рабочий стол. Находим ярлык StartWave. Отправляем его на рабочий стол. Ярлык мы создали. Переименуем. Сменяем иконку ярлыка. Создадим текстовый документ для нашего регистрационного ключа. Допустим программу EversWave. Нажимаем Далее. Теперь заполняем регистрационный формулер. Формулер заполнили. Убираем диагностику и слайд. Так, нас поблагодарили за регистрацию. Нажимаем Закрыть. Копируем регистрационный ключ. Текстовый документ, который мы создали. Закрываем программу. Теперь нам необходимо добавить текстовый документ в архив. Для отправки на наш рабочий компьютер. Архив создали. Перейдем в облако. Загружаем наш архив. Архив загружен. Теперь нам остается с помощью регистрационного ключа сгенерировать ключи активации для программы EversWave. После того, как мы это сделали, скачиваем архив с ключами активации. Прикидываем его на рабочий стол. Удаляем лишнее, чтобы не путаться. Распаковываем архив. Ключи у нас находятся в текстовом документе. Открываем текстовый документ. Это вот наши ключи. Запускаем программу EversWave. EversWave. Программа запустилась. Сворачиваем ее. Вводим номер клиента 1251 и последовательно вводим ключи активации. Так, ключи активации мы все ввели. Закрываем текстовый документ. Закрываем программу. Теперь нам необходимо объединить прошивки с Delphi и Autocom. Напишем это заказчику. Перейдем в предварительную папку, где у нас находятся архивы со всеми прошивками. Находим архив с прошивкой 1430 и распаковываем ее. Переходим в распакованную папку. Копируем файл прошивки. Переходим в программу EversWave, которую мы ставим. Папку FirmWave удаляем старую прошивку. Вставляем новую. Также перейдем в программу Delphi Autocom, которые уже были установлены на этом компьютере. Удалим прошивку и вставим новую. Для того, чтобы программы работали на одном сканере, на одной прошивке. Прошивки объединили. Далее нам необходимо перейти в диспетчер устройств и посмотреть, установлены ли у нас драйвера на сканер. Так, мы видим, что драйвера у нас есть. Компорт у нас четвертый. Перейдем в свойства. Сменим на Компорт 1. Применим. Закрываем диспетчер устройств. Открываем программу DersWave. Перейдем в настройки. Устройство. Блок диагностики. Нажмем поиск, чтобы программа видела. Сканер. Нажимаем обновить фирменную прошивку. Фирменная прошивка обновлена. Нажимаем ОК. В принципе, на этом установка программы и прошивание сканера закончено. Ну, а с этим и дистанционка. Спасибо за внимание.